Слово протеин чаще всего используется для обозначения какого-то непонятного порошка в буржуйской ядовито-цветной банке на этикетке, в которой содержатся какие-то непонятные, непонятно что обозначающие иероглифы. Более того, на этой же этикетке, как правило, изображено какое-то страшное чудо-юдо, мутант. Естественно, любая мать, когда увидит подобную баночку своего сына или дочурки, насторожится. Что за протеин такой? Слово-то вообще какой-то протеин. Звучит почти как кокаин. Что такое протеин? Протеин это английское слово, которое переводится на русский как белок. Протеин это английское слово, которое переводится на русский как белок. 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 Есть очень много людей, которые не верят или пытаются исказить это определение. Ну, к примеру, сравним вот эти вот два основных понятия, как белок и протеин. Они тождественны, но протеин нам как-то звучит некомфортно для уха, а белок вполне естественно В англоязычном мире, где и производится большинство всех этих цветных баночек, они имеют очень простое и адекватное название Белок Да, именно так переводится непонятное буржуйское слово протеин Протеин это просто белок Протеин это просто белок Хорошо, скажет внимательный слушатель Денис, объясни тогда, зачем, раз это такая полезная субстанция, зачем ее фасовать в банке Более того, зачем не просто фасовать в банке, а еще и делать эту субстанцию в виде порошка Дорогие мои, объясните мне в таком случае, зачем фасуют сахар в пачке, банке и кульке Почему бы нам не использовать, так сказать, натурпродукт, сахарную свеклу или сахарный тростник в чистом виде Ответ, думаю, для многих очевиден Просто так удобнее Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...